Музыка Уважаемый президиум, уважаемые депутаты! Ежегодно в декабре в соответствии с решением Всемирной Организации Здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита, СПИДа. В настоящее время, по оценке ООН, СПИД занимает пятое место среди причин смертности на земле. Согласно статистике, в ВОЗ на планете живет более 42 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией, и каждый день эта цифра увеличивается на 14-15 тысяч человек. В среднем на одного выявленного с ВИЧ-инфекцией приходится 5 невыявленных. Это связано с длительным инкуляционным периодом болезни, до 6 месяцев, когда при лабораторном исследовании не обнаруживается маркер вируса иммунодефицита человека. Россия – одна из немногих стран в мире, в которой продолжает расти количество новых заражений ВИЧ-инфекцией и число смертей связано с ВИЧ-СПИД. На 1 мая 2015 года в стране официально зарегистрировано 234 тысячи инфицированных ВИЧ. Из них на диспансерном учете состоит 562 тысячи больных, и лишь 192 тысячи получают антиретровирусную терапию. При этом, по мнению специалистов, чтобы остановить распространение ВИЧ, нужно пролечивать не менее 70% заболевших, а не 30%, как происходит сейчас у нас. Финансирование борьбы со СПИДом в России в период с 1 по 10 год выросло в 6 раз – с 3 миллиардов до 20 миллиардов рублей. В 2014 году на лекарства от ВИЧ было потрачено 21 миллиард рублей. Однако лекарства, получая только треть ВИЧ-инфицированных. В 2014 году годовой курс лечения одного больного, в зависимости от сложности протекания заболевания, стоил в России от 60 до 300 тысяч рублей, в конце 90-х – от 10 до 15 тысяч долларов. Одна задача – снижение стоимости лечения. Так, Бразилия вышла на показатель, когда годовой курс лечения стоит всего лишь 100 долларов. Лечение от ВИЧ в России в 2014 году обходилось в 32 раза дороже относительно минимальной мировой цены, в том числе благодаря тому, что 68% аукционов в 2014 году прошли без конкуренции. Президент поручил правительству до 1 февраля 2016 года вернуть централизованную закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных, больных гепатитом и туберкулезом. Если больной пропустил прием лекарств, то потом понадобятся более дорогие препараты. При лечении ВИЧ-инфекции назначаются 3 или 4 препарата для пожизненного приема. Моно- или биотерапия исключена. В 2014 году в Российской Федерации сообщено о 89 новых случаях ВИЧ-инфекции, на 12 больше, чем в 2013. Новые случаи преимущественно зарегистрированы у россиян в возрасте 30-40 лет, 47%. Употребление наркотиков нестерильным инструментарием велось причиной заражения 57%. В ВИЧ-позитивных при гетеросексуальных контактах заразилось 40%, менее процента при гомосексуальных контактах. В 2014 году продолжали зарегистрироваться случаи заражения ВИЧ, связанные с оказанием медицинской помощи. За 10 месяцев 2015 года выявлено более 71 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 12 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ведущим путем распространения ВИЧ-инфекции остается внутривенное употребление наркотиков. В 2014 году умерло 24 тысячи больных инфекций, на 9% больше, чем в 2013. Первое место среди причин смертности занимает туберкулез, затем передозировка наркотиков, заболевания печени, сердечно-сосудистые системы. На 1 мая 2015 года распространенность ВИЧ-инфекции среди всего населения России составляла 0,5%, а в возрастной группе 15-49 лет инфицированы почти 1% населения. Самой пораженной ВИЧ-инфекцией в Москве являются Северо-Восточный округ и Новая Москва. Фиксируется устойчивый рост гомосексуальной пути передачи ВИЧ. В настоящее время в России 2,5% мужчин в возрасте 30-35 лет живут с установленным диагнозом ВИЧ. В самых пораженных регионах заболевание ВИЧ-инфекции среди молодых мужчин в возрасте 30-34 года доходит до 10%. Необходимо приоритетные мероприятия, направленные на снижение заболевания населения ВИЧ в Российской Федерации. Активная информационная деятельность в средствах массовой информации среди населения целевых групп. Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи. Создание и введение федерального регистра лиц, получающих льготное лекарственное обеспечение при ВИЧ-инфекции. Контроль эпидемиологической ситуации с ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми инфекцией в группах социального риска. Расширение охвата обследуемых на ВИЧ в субъектах Российской Федерации, обеспечивающих развитие эпидемиологической ситуации с проведением тестирования граждан, помещенных в изоляторы временного содержания. Проводимые лекарственные мероприятия позволяют в большинстве случаев обеспечить рождение здоровых людей у ВИЧ-инфицированных матерей. За все годы наблюдения они родили 135 тысяч детей, вирусом зародилось 7800 из них. Наш бюджет готов лечить около 30% больных, но из мирового опыта известно, чтобы замедлить любую эпидемию, надо регулярно пролечивать минимум 70% больных. С помощью современной, высокоактивной антиретровирусной терапии можно предотвратить переход ВИЧ-инфекции в СПИД и избежать смерти. ВИЧ-инфекция влияет практически на все стороны жизни заразившегося человека. Будучи длительно текущим заболеванием, с неблагоприятным прогнозом, она представляет собой угрозу его физического состояния. ВИЧ-инфекция влияет на личность больного, снижает его самооценку, самоуважение, уверенность в себе, она изменяет сознание человека. При ВИЧ-инфекции меняются взаимоотношения человека с окружающими. Диапазон этих изменений достаточно велик. ВИЧ-инфекция накладывает существенные ограничения на жизненные перспективы человека, на весь жизненный сценарий человека. Этой проблемой выбрали смены профессии, трудоустройства, место проживания, планирование семьи, измененный социальный статус, повышенная правовая уязвимость. И, наконец, еще одна немаловажная проблема морального плана. Восприятие людей с ВИЧ-положительным статусом носит в лучшем случае нейтральный характер, а чаще всего эти люди сталкиваются с абсолютным неприятием общества. И поэтому граждане с ВИЧ-статусом стараются скрывать информацию о себе, тем более о ребенке. Но такая скрытость имеет обратную сторону. Они сами того не осознавая, могут стать источником риска для большого количества здоровых людей. ВИЧ-инфекция изменяет сознание человека. При ней меняются взаимоотношения заразившегося человека с окружающими. Многие матери прямо говорят, что будут скрывать свой ВИЧ-статус с тем, чтобы не навредить ребенку, переезжая в другие районы, меняя квартиры, место жительства, а иногда и страну. Пришло время проанализировать существующее законодательство с целью регулирования вопросов, связанных с лечением, товарами, услугами и информациями, необходимыми для профилактики, ухода и поддержки больных ВИЧ. Уважаемые депутаты, мы обязаны помогать этим несчастным и больным людям. Спасибо. Продолжение следует...